Мы теперь поговорим о заявлении Лаврова для начала. Он, значит, в очередной раз поменял цели операции, точнее он их географически расширил, или уж геополитически, он заявил, что теперь Россия не ограничится двумя областями, Донецкой и Луганской, она как бы готова расширить зону операции. Я думаю, что здесь два момента. Он наверняка реагирует на, в общем, безуспешные результаты попытки втянуть Украину в какие-то переговоры и приостановить боевые действия в Херсоне, как это в связи с зерновыми переговорами подобное звучало. А с другой стороны, как бы, ну что ли, Путин же заявил о том, что это опять он про добрую волю. В каком он своем тщедушном месте организма больного нашел добрую волю? Он все время говорит, что он от Киева отвел сам войска. Спрашивается, если ты отводил там войска, чтобы продолжить переговоры, чтобы дать импульс переговорам в тот момент в Стамбуле, какого-то хера отказывался от приостановки боевых действий на момент этих переговоров, а Украина к этому призывала. И они официально отвечали в лице Пескова и других, что мы приостановить боевые действия не будем. С какого черта он, значит, тогда... Ах, так они же врут. Переговоры были в Стамбуле 27-го, а вывод войск начался в начале апреля из-под Киева. Так что и здесь бережут. Точно так же, это мой любимый прикол с медалью, которую они сделали по захвату Крыма. Они же говорят, что они начали Крым захватывать, как это, спасти крымчан от... Да, да, да. Януковича, которого скинули. Янукович 21-го еще провел встречу при высоком посредничестве Евросоюза, встречу с лидерами Майдана, так называемой оппозицией, о том, что он остается президентом. У него сегодня в ноябре выборы, через 7 месяцев досрочные и так далее. Все было в кавычках благополучно, если не считать 200 смертей. Договорился. А медаль по захвату Крыма 20-го числа. Они начали... Крым у законного президента Януковича. Идиоты, да. На самом деле переброска 12-го года началась. Приведение в 6-й боевой готовности и так далее. То есть еще раньше. И потом они когда сообразили, они срочно перепугали смертей на Януковича, чтобы он сбежал, потому что неудобно получалось захвату законного президента. А легенду лепят до сих пор. Вот то же самое. Но я предсказываю, что в ближайшее время будет добрая воля, как мне кажется. Добрая воля будет заключаться. Он скажет, чтобы обезопасить переброску Зерда, российские войска оставили Херсонскую область. Ты знаешь, это уже сложно. Это уже не проканает под доброй волей. Но реально не проканает. Добрая воля Владимира Владимировича. Они же референдум хотели, понимаешь? А на тебе доброй воле. Ну, хотели референдум, а потом по доброй воле решили, что надо валить. Не, ну хорошо. А Лавров, ты считаешь, вот это как? Ну, он как бы вторит? Или это его какой-то... Они почитали отзывы о визите Путина в Иран. И решили, что надо ляпнуть что-нибудь судьбоносное, потому что визит же организовывает МИД. А визит же провальный абсолютно. Вот почему он на твой взгляд провальный? Ты расскажи зрителям. Ну, его же отлистали по щекам. Опоздание Эрдогана. Даже с восточной точки зрения позорнее некуда, скажем так. Там, что там еще у нас? Ну, он не получил Байракт. Получил беспилотники, по крайней мере, формально. Есть там определенные достижения. Определенные. Сейчас я назову, я себе записываю. Вот, но... Блин, не могу найти кучи заметок. Сейчас. Ладно, завтра отмечу. Там есть свои достижения, но в целом, в целом он что продемонстрировал? Что больного старого старика уже не очень ставят, честно говоря. Я говорил Юле сегодня, что то, что должно было стать кульминацией карьеры, стало точкой позора и падения. Ведь всерьез верили на Ближнем Востоке после успеха определенных в Сирии, что Путин что-то значит. Что Российская Федерация что-то значит. А вышло, что не значит ничего. Как бы она...